Ребята, всем привет! У нас сегодня 8 марта. Цветочек несу и кучу подарков. Это на работе Надарили. Так приятно, все здорово. И сейчас иду в Валберес. Мне дочка прислала подарок. Сынуля с утра поздравил. Доченька тоже писала и говорит, мама, иди на Герцена. Там в пункте выдачи Валбереса тебя ждет подарок. Самый первый меня поздравил Володя сегодня. Я на работу рано очень стою. Половине шестого просыпаюсь, а он мне подарок дарит. Если честно, я до сих пор не пришла в себя, потому что подарок долгожданный. И я даже глазам не поверила, что он мне его подарил. Не ожидала. Думала на день рождения. Да и вообще, если честно, ничего не просила. У меня как-то, знаете, как бывает, когда спрашивают, что ты хочешь, как-то вроде ничего и не надо. Все есть, ничего не хочется. Поэтому у меня любой подарок, любое внимание в праздники, оно для меня бесценно. Сейчас приду домой и покажу вам, что Володя подарил. А пока иду за подарком. У нас сегодня, несмотря на солнце, вот где там я, достаточно холодно, знаете, как-то морозно. А днем, утром точнее, вообще шел снег. Поэтому такие вот накутаны по зимнюю. Вон, иду в руках, тащу подарки. В общем, так, морозненькая погода, погода быстрее бы уже все потеплела. Ой, прелесть какая. Это садовый центр, цветочки цветут. И хотела еще сказать, сегодня такая замечательная была атмосфера на работе. Я работаю в офисе. Не знаю, как-то весело было. Все поздравляли, это очень приятно. Небольшой такой корпоратив был. Знаете, такой душевный. Пофтографировались. Подарочки подарили. В общем, хорошее настроение. Самое главное, отпустили пораньше домой. Это тоже немаловажно. А завтра у меня суббота, воскресенье, выходной. И получается, как будто бы, как три выходных. Потому что сейчас время второй час. А я через 10 минут уже буду дома. Буду отдыхать. Переключу камеру опять на Ейск. На улицу Герцена. И так, вот что хотела сказать. Мне написали в комментариях, что приятно не только получать подарки, но и дарить. Конечно же, естественно, мы тоже дарим. Дочке я подарила, как она называется, мультипечь, наверное. Сейчас технология совершенствуется. И вот, знаете, мы показывали как-то в одном из видео орешки такие со сгущенкой. Так вот, это мультипекарь. А мультипекарь его как называется. Он печет все. И венские вафли, и орешки. И можно гриль там запекать. Ой, там столько насадок. В общем, вот такой вот доченьке подарила печку. На работе небольшие подарочки сделала девочкам. Машиста они подарили. Никто не остался без внимания. Забрала посылку с Валбереса. Открою, покажу дома. Единственное, что прочитала там на этикетке набор косметики. Доченька мне прислала набор косметики. Тоже не просила, не говорила, что надо, ну, какие-то средства по уходу, ну, косметические крема или еще что-то. Доченька мне что-то сама прислала. О, здорово. Ой, ребят, пришла домой. Вот что хотела показать еще вам, да? Хулиганы. Хулиганы. Мы смеемся. Я вчера тюльпанчики поставила вот в этой слюде. Я понимаю, что некрасиво, непринято, как бы, да, там вроде неэстетично. Но было, во-первых, некогда. Во-вторых, что я заметила, что когда они в слюде, коты их не едят. Вон она, смотрите, сейчас обойду. Она его лижет. Да? Почему-то. Я не знаю, почему это у нас вообще странный котик. Вот эта Тимошенька пришел. Вот. И я такая, Володь, говорю, Володь, смотри, ночь прошла, у нас цветы целые стоят. Потому что эти, они листочки бы уже давно объели. А так они достать не могут. И я говорю, опа, ничего себе мы придумали метод спасения цветов от котов. Скажи, привет. 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 Устал, да? Устал, мой солнышко. Ага. Сейчас хотела еще показать вам подарочки. Так. Это мне подарили мальчишки на работе. Вот такие вот наборы вот таких салатничков стеклянные. Это очень классно. Тут разные салатники. И у меня сразу же такие, ну, идеи пришли. У нас напротив вот здесь зона барбекю. Я показывала. Мы там отдыхаем летом, бывает. И вот когда будем там, например, справлять что-то или кушать, очень удобно салатнички вот так накрыть крышкой. Там если что-то сладкое, там осы какие-нибудь или еще что-то. В общем, не пыль не налетит, а не осы. Я очень довольна такому подарочку. Потом, вот такой подарочек это подарила девочка на работе. Вот здесь видно, наверное, да? Ну, или распакуем. Давай распакуем, наверное. О, распаковка в прямом эфире. Так, секунду. Помоги мне, а то одной рукой неудобно. Давай, давай. Вот пока Володя распаковывает, мы с вами покажем. Еще одна девочка подарила вот такие конфеты. Трюфель. С добавлением греста вина. Брау дюрсо. Я попробовала пару конфеток. Очень вкусные конфеты. Это вообще обалденные трюфель. Трюфель. Что ты как? Смотрите, какая прелесть вообще. Ой, немножко пока шла их. Блин, уронила. Сейчас и долго будем. Пока шла, это, немножечко их помяла. Это ручной работы вот такие. Как они? Забыла, не панкейки, как по-другому называются. Так, это Ксюшин подарок. Показывай. Я сама не видела и не знаю, что такое. Ой, как классно. А, это одевается на волосы, чтобы волосы не мешали. И средства... Ух ты! Это что такое? Что это за классные штучки? А, это корейская косметика. Так, здесь написано по-иностранному. Я не знаю, что это такое. Надо... А, авокадо. Блин, надо переводить, короче. Не знаю, что такое. Какая-то куча всяких штучек. Так, надо у дочи узнать, что это. Потому что все написано по-иностранному. Стики какие-то. Маска. А, маска написана. Вот здесь вот маска. Может, все масочки? Не знаю. В общем, надо узнавать. Подарок. Да, ночная маска для лица идет. Вообще, обожаю маски. И, ну, люблю очень сильно ухаживать за лицом. В общем, масочки всякие какие-то делать. Губы нарисованы для губ, что ли. В общем, гугл-переводчик мне в помощь. Да, это... А, забыла, как эти называются. Как они вот эти называются? Да, Симба. Уйди, Симба тут как тут уже. Володь, не знаешь, как это называется? Под глаза-то вот эти штуки. Я забыла. Я много пользуюсь косметикой. По тебе не похоже, что ты пользуешься косметикой. Вот Симба пользуется косметикой. Симба, покажи. О, видите, какой он красавчик. Он явно пользуется косметикой. Я ими вот не пользовалась никогда. Надо вспомнить, как. Я пытаюсь прочитать, но тут этот. Все по-иностранному. Вот, а давно хотела себе такие приобрести. Короче, забыла. Еще масочка. Тоже маска. Масочка. В общем, набор масок. Круто. Здорово вообще. Я очень рада. Так, пирожные мы вам показали. И самый главный подарок. Ту-дум-ту-дум. Не настроен. Это подарил мне Володя. Подарил вот такой телефон с утра. Это было неожиданно. Я была с просонью. Проходила Нелла, Нелла. У тебя плохая стабилизация. У меня плохая камера. У меня плохая стабилизация. ВМХ-6. Володя купил мне, в общем, классный телефон. Скажешь что-нибудь про него? Хорошая тут стабилизация. Нормально. Для своих денег сойдет. Здорово. Но он еще не настроил, потому что буквально сегодня утром мне подарил. Я говорю, супер, поздравляю. Теперь дети, дети, настраивать его. Нужно все переносить, потому что... Я не буду. У меня вот такая голова. Не, а я сто процентов не смогу. Ты не рвешься? Не, не, не. Ты не рвешься? Кстати, мне сказали сегодня... Ты без телефона. Нет, я сегодня на работе уже рассказала про это. И мне сказали, что 300 рублей, идешь в салон какой-нибудь сотовой связи, и они проводочек прикрепляют от одного к второму и быстренько переносят все. Ну, если есть, то я сам могу туда быстренько перенести. Да? Вот так. 300 рублей. То есть зажал 300 рублей, да? Я еще их перенесу. Их перенесешь. Вот. Вот такой телефончик мне Володя подарил. А заодно твои данные себе на флешечку, и потом нет твоего... Сбербанка, да? И всего остального. Услух. На тебе 8 кредитов. Так, вообще отличная услуга. Нет, нам такой метод не подойдет. Иди, иди, что-то. Иди, иди. Володь, спасибо огромное, я счастлива. Ты знаешь. Теперь только попробуй не снимать, и ходите ныть. Что у тебя там что-то красиво, что нет у тебя просмотров из-за телефона, она мне 5 лет ныла, что у нее нет просмотров из-за не 5 лет. Сколько я там у телефона? 3 года. 3 года. 3 года она ныла, что у нее нет просмотров из-за того, что нет стабилизации, что был бы у нее хороший телефон, сейчас у нее как попрет. Я поставил галочку на число, я жду, когда попрет, когда прям сейчас. Нет, у меня летом слетела стабилизация, это действительно было такое. Я не слетела, ты ее выключила. Ну, я не знаю, где-то, видимо, я, да, что-то нажала, и не так. Я иду, у меня телефон вот так вот прыгал при ходьбе. Столько было комментариев вообще, я уже под конец перестала обращать на них внимание, смеялась вообще. Я говорю, да, я не знаю, что делать. Мы ждали дочку и хотели с Володей поменяться телефонами, а дочку ждали, чтобы она нам перенесла все эти аккаунты. И вдруг Володя сел такой, ну-ка дай-ка я посмотрю вообще. Разобрался и нашел стабилизацию, мне ее сделал. Но сейчас технологии идут вперед, и я считаю, что все равно он у меня сильно очень отстал, как бы не хватает мне того, что мне хотелось бы видеть в видео, в качестве своих видео. Вот. И мне Володя взял и вот такой телефон подарил. Я очень сильно рада, немножко до сих пор в шоке, потому что я не ожидала такому подарку. Да. А что ты ожидала? Что ожидала? Ну, что-нибудь честь символического. Я ирригатор тоже не ожидал. Я думала, чайную пару, которая тебе показывала. Я миллион долларов ожидала. Миллион долларов. Сейчас покажу, что мне жена подарила на 23 февраля. Да, он тогда не захотел показывать, говорит, не буду, не буду. В общем, вот так вот у меня куча таких подарков. Вот. Маша подарила мне очень красивую футболку, мы ее показывали раньше в видео. Вот. Она у меня лежит, естественно, я ее на лето. Я ее подарила на 23 февраля. Вот такая штукенция. Керхер. Керхер, да. Керхер для зубов. Керхер для зубов. Я ему говорю, давай... На кнопке расположены мощность. Рядом, да? Путаешь с это. Я периодически путаю, и зубы вылетают. Нет. Володя не захотел показать, а жалко, потому что потом такие смешные бы кадры были. Просто как мы учились им пользоваться. Очень смешные. У нас все стены были, мы все забрызганы около умывальника. Мы, лицо, там волосы все, ржач вообще полный был. Но, к сожалению, поскольку он не хотел это фишировать, мы не засняли. А так, очень крутая штука. Там очень много насадок. Сейчас... Подождите секунду. Что? Хотела этот ирригатор насадки показать. Минуту. Да. Вот они. Тут и язык чистить. И, кстати, нос даже есть промывать. Вот такие вот насадочки. Такой штучки классненькой. Это наш ночничок. Мы на ночь сюда его включаем. Но он включается. Есть такие светильнички, которые реагируют. Если, например... Во. Видите, и горит. Ночью. Вот. И выключается вот таким образом. Просто. А есть, когда свет гаснет. Сенсорные, да, наверное. Или как они сами называются. То они включаются. А если, например, свет включился, они выключаются. Ну, у нас такой вот. Самый простенький. Чего ты, Симба? Ты гулять хочешь? Гулять хочешь? А что папа тут все замуровал? Давай, открой тебе погулять. Тут у нас солнышко. А папа сидит тут в потемках. А Симба гуляет. А, это, ребят, кто писал там по поводу солнечной стороны. Ну, у нас квартира Моревки на солнечной стороне. Куда ты собрался? Вот. Я говорю, очень просто этот вопрос решается. Вот такие вот рулонные шторы. И все. И она у нас со светоотражающим таким. Ну, другой стороной светоотражающий эффектом. Поэтому все хорошо. Вот какая красота на улице, да? Все солнышком залит. Жалко, что не тепло. Солнышко такое обманчивое. Вот котики гуляют. Ладно, я пошла раздеваться, отдыхать после работы. Вот очень сильно устала. Сегодня 8 марта. А мы работали. Очень-очень усиленно, напряженно. А теперь будем отдыхать. Ура! Ой, ребят, сейчас приезжали Маша с Олегом. Но не стала снимать, по-семейному посидели. И хотела бы показать вот такой подарочек мне передали. Тут освещение, что ли, какое-то. Наверное, последние кадры на старый телефон. Разница вот сейчас, смотрю, такая ощутимая. На том все яркое, четкое изображение. А здесь такое какое-то вот. Когда освещение мало у нас, видите, какие. Эти лампы, то плохо, в общем, размывается все. Кстати, Олег подарил цветы. Вот такие. А это подарок от Надежды, подписчицы. Маша выставляла в своем ролике. Я Надю уже поблагодарила. Это подарок из Тюмени. Тюменский шоколад. Вот. Володь, подарком хвастаюсь. Тюменский шоколад. Наденька, огромное спасибо еще раз. Я поблагодарила тому Маше. Написала комментарий. Мы... Это неожиданно. Это очень приятно. Вот, что о нас тоже вспомнили. Спасибо огромное за добрые слова. Надя пишет, что... Ну, благодарит нас за ролики. Вот. Мы... Нам очень-очень сильно приятно. Еще Маша вот таких конфет нам дала. Она говорит, что это тоже Надя на конфетке. Вот такие. Мы в Тюмени... Как, в самой Тюмени нет. В Нягоне я была, да. У меня родные живут в Нягоне. Но я была там только в детстве, когда... Ну, может, лет 13 максимум. Последний раз. Вот. И, конечно же, тюменский шоколад уже не помню. И ела ли я его там, если честно, не помню. Поэтому очень приятно. Огромное спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok